Всем доброе утречко. Мы тут с утра. Решили опробовать эту игру. Никита уже два дня говорит, мама, давай поиграем, давай поиграем. А мне все некогда, некогда. Игра называется Сырный замок. Сейчас покажу. Вот. Сырный замок. Подарили Никите на день рождения. Сидим, играем. Каждый ход нужно сделать четыре действия. Я делаю раз. Два, три, четыре. И давайте мне вот такую я собрала. Все. Спасибо. У меня две карточки. Никита, твой ход. Так. Один. Два. Три. Четыре. Дай, закрой крышу. Мой ход. Тебе осталось один сыр, да, собрать? И все. Угу. У нас папа выиграет, мне кажется. У Никиты два. У меня тоже два. Раз. Четыре. В общем, цель игры собрать четыре вида разных сыров. Никита, тебе надо сейчас какой-нибудь собрать. А у Никиты два всего лишь мышонка? Ага, у тебя вот еще один в руках. Какой? У меня мышь. Вот мышь в руках. А я думаю, почему у тебя два всего. Ну, ставь ее. Два, три, четыре. Дай мне конопе. Я беру конопе. Это выиграл, что ли? Я выиграл. Четыре. Нет. Ничего себе. Постойте, постойте. Тут были, правильно, еще какие-нибудь. Брат! Быстро выиграл нас папа. Ну, вообще-то, я бы следующий ход тоже выиграла, если бы он не выиграл. У нас сегодня на улице жаришка. Вообще, несмотря на то, что такие вот облака, тучки непонятные, у нас очень жарко. Просто пекло. В общем, сегодня с утра вот это вот все поливали уже. И кукуруза, я смотрю, все-таки помирает. Наверное, она не выживет. Никитка сейчас еще шланг тащил вот туда, цветы поливать, и вот эту вот поломал. Не знаю, выживет или нет. Посмотрим. Огурцы чуть прям, знаете, каждым днем как будто в два раза увеличиваются. Вон, какие огромные становятся. Я вчера тут сделала такие ходы. А я, по-моему, говорила. Ладно. В общем, сделала так, чтобы вода не утекала из этой прядки. Никита тут клубничку поливает. И цветочки я попросила мои вот эти вот полить, Никиту. Ты что, туда редиску? Да ты пальчиками зажми, да, вот так? Ага. И полей. Тут цветочки пробиваются небольшие эти цинии. Раз, два, три, четыре. Четыре кустика выходят. И вот тут цинии пробиваются. Не знаю, можно ли так много их на такую площадь. То есть буквально там пять сантиметров между ними. Не, не пять. Конечно, тут десять, наверное. Вот тут пять сантиметров, тут десять. Обычно их чуть пошире же сажают. Сантиметров через сорок. Посмотрим. А еще я слышала, чтобы они были пышнее. Надо верхушку вот так отщипывать. И они тогда будут, ну, в разные стороны двоиться. И тогда будет куст пышный. Привет, Лап. Как дела? У Лапы цепь вот тут заканчивается. Она дальше не может пройти. Поэтому цветы еще целые, цветы живы. Вот она на пределе сейчас в своей цепи. Все, легла? Ти легла? Лапулькин. Тыква, я смотрю, у нас тут цветет. Вот даже уже отцветает. Непонятно, я чуть пропустила этот момент, когда там цветы были. Смотрю, уже закрылись. Я их не опыляла. Может, они сами опылились. Челки там всякие. Их опылили. Ну, в общем, я не делала, как нужно. Ну, не знаю, Никит. Посмотрим. В прошлом году думали, будет, а ее не было. Она маленькая, сгнила. Сергей посадил сам. А вот арбуз где сажал, его нет. Он сдох, не смог. Не смог вылезти? А тыква живучая. Никитка опять салатик нарезал. Я нашла Никите делу, которую он делает, который ему нравится делать. И которая полезная, для нас приятная. Потому что салат мы едим каждый день вот такой, а он отлично его режет. Мы почти убрали все игрушки вот тут. И книги, которые тут более 4 дня раскиданы. Сейчас оставили только конструктор, который он недособирал. И вот эту настольную игру, сырный замок, в который мы играем сегодня целый день. А еще мы играли в спящие королевы. Тоже очень понравилась игра, но мы ее пока убрали. Осталась одна книжка. Короче, совсем чуть-чуть осталось убрать. Ну, тут просто было нечто и нечто. Сейчас более-менее. Там у нас тряпочка лежит для входа. Потому что иногда и Никита, и Сергей бегают босиком. Мы оставляем там тряпку. И в том, когда я тряпку, они заходят, ноги вытирают. А еще у нас почему-то осыпался фикус. Притом довольно сильно. Это я уже убрала половину листов. Сейчас тут пропылесошу полы и помою. Потому что очень грязно с улицы. Все надуло. В общем, не знаю, что с фикусом. Всегда стоит на этом месте. Начали новые маленькие листики появляться. А теперь опять опал. Вот и все. После дня рождения ему не понравилось, видать, скопление людей. Вообще фикус очень привередливый такой. А шарики у нас тут еще висят, радуют нас. Не знаю, долго будет или нет. Кто-то, гляньте, обрезал одну веревочку. Степ, что ли? Я обожаю воздушные шарики, которые гелем наполнены. Потому что они долго висят, долго радуют нас. Пока мы там играем, я еще жарю курочку. Решила в этот раз просто так пожарить. Я тысячи лет не жарила просто так курочку. Обычно запекаю ножки. А вот так вот, чтобы просто так пожарить, такого давно не было. А тут ко мне мама приехала. А моя мама раньше всегда просто так жарила курочку. Могла потом некоторые вытащить и дальше из нее плов сделать. И я ее увидела, вспомнила, что я очень люблю просто так жареную курочку. И решила вот так вот сделать. В жареном растительном масле ничего не добавляю, кроме соли и чеснока помолотого. Вот так сверху просто посыпаю. Иду играть. Все, Мишу мы отвели на занятия. Степа забрала из сада. Мишу на занятия отвела. Мишу на занятия отвели. А сейчас уговариваю Степу дойти до магазина и купить кепку. Магазин напротив. Вот, прям напротив. А он говорит, нет, не хочу, не пойду. У него кепка есть вот эта, но кепка эта у него уже очень сильно порвана. А ту никак не могут найти в садике, поэтому хочу новую взять. Там какой-то магазин открылся, типа одежда из ваново. Там кепочки прям по 200, по 250 рублей разные. Я заходила, но хочу померить, чтобы не просто взять, чтобы она ему не спадала. Они там по глубине разные. Так что, Степа, в любом случае мы сейчас идем через дорогу. Пойдем. Ну что, Степаш, человек новой кепки. Что там? Сняли. Сняли футболку, да? С манекена. Ладно, пойдем, Степ. Ну что, Степа выбрал сам себе кепку вот с такой машинкой. Главное, чтобы носил и не стягивал ее. А то у нас Степа еще тот привредок. Он может и кепки снимать, выкидывать. Степка выбрал себе кепку с машинкой. Ого! Осторожно надо. Опасно, видишь как. А, еще взяла Миша вот такую кепку. Она очень похожа на кепку Никиты. И Миша любит у нас красный цвет. Вообще, у Миши есть желтая кепка, но она такая тоже старенькая. Вот эта вот будет новенькая, беленькая, хорошая. И красного цвета просто идеальная кепка. Вот такая кепочка стоит 250 рублей. А та, которая на Степе сейчас 200 рублей. У Степы кепка на резиночке, а это вот на такой штучке. Трикотажная фабрика Роза. Город Иваново. Недавно магазин открылся, я случайно мимо шла, заметила. Степа нашел большую палку. И желание ехать на самокате у него пропало сразу. Говорит, нет, я больше не хочу кататься, я пойду с палкой. Пахнет, да, костра? Это кто-то где-то шашлыки его тут делает, может быть, в домах частных. Вкусно пахнет. Степа любит запах костра, и я люблю. Степ, мошек так много, у меня аж на лоб садятся и на камеру. Пойдем. Вышла сейчас перед забором полить цветы, которые я посадила. Помните, я говорила, просто семечек накидала бархатца? Вот эти я пересадила со двора наружу. Вроде нормально растут. Это цини. Вот один листик только тут отсох. Не знаю почему. А остальное нормально растет. И еще я сюда просто семена бархатцев накидала. И я вот смотрю, они прорезались. Вот, 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 вот. Это все бархатцы прорезались. Но дело в том, что я их так часто не сажала. Я думаю, это семена просто вот с этого угла смыла я. Потому что, ну, как-то вот так я сажала. Видать, я первый раз, когда поливала, их смыла вот сюда. И тут их оказалось много. Вот там еще, я смотрю, один есть. Думаю, чуть побольше они станут. И я разрежу их немного. Пересажу отсюда, из этого угла. Обратно, вот сюда, куда их вставляла. Тут я смотрю, ни одного нет. Ни один бархатец. Как его? Ни один цветочек здесь, с этой стороны, не вылез. Гусеничка ползет. В общем, вот тут один. И все, я пока не вижу. Вот этот может быть. А может быть сорняк. Непонятно пока. Вот вроде тоже вылезает. В общем, тут у меня будет цини и бархатца. Все-таки они пролезли. И, надеюсь, когда мы поедем на море, они тут не сдохнут бесполиво. Лайк, ты кто прилетел ко мне? Жужжалка какая-то огромная. Ааа! Я, кстати, вчера поливала и здесь оставила лейку. А ночью у Сергея заболела голова. Он пошел на кухню, просто ходил по кухне. Смотрит через щель в заборе. Что-то розовое стоит. И говорит, пойду посмотрю. В общем, он вышел, а тут лейка моя стоит. Ночью. Степка пришел и сразу салатик наворачивает. Вкусно, Степ? Ты сел не на свой стул, Степ. Поэтому тебе не очень-то удобно кушать. Может, ты на свой сядешь? Стульчик. На свой стульчик сядешь, Степ? Я пойду играть. Играть? Закроешь, потом даешь? Да. И вообще-то у нас мухи. Мухи, да. У нас залетают мухи. Посмотри, что папа повесил. Мухоловку. Мухоловку. Они на окошке. Папа повесил мухоловку. Но они особо сюда не липнут. У нас все мухи летают не около окна. Одна вон дохлая, смотрю, валяется. Надо выкинуть. Одна на ленте все равно сидит. Хотя мух намного больше у нас. Я сегодня вечером сама сделала вот такую вот шурмушку. Курочку пожарила. У меня, правда, не было куриное филе. А у меня были куриные ножки. Я вам показывала, я их пожарила. Я с них сняла мясо. И у меня вот получилась вот такая вот шурма. Кусняшку. Ты будешь шурму? Нет. А, Степ? Я буду будешь лавашить. Лавашить просто, да? Ну, ладно. У Степы вообще там макарошки с сыром. Да? Говорит, там нет ничего. Нет, ты еще не съел. Ты поворачивайся, Степ. Тебя мультик отвлекает. Миша, Никит, садитесь кушать. А Миша, значит... Миша, не жуй шарик. Миша, значит, сегодня в подарок получил свою кепку новую. И с ней не расстается. Весь вечер в ней ходит, по квартире сидит. Говорит, как у Никиты у меня. Миша, не ухожа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»